Родители воспитанников государственного ясли сада номер 6 Кустаная бьют тревогу. Дошкольному учреждению нужен капитальный ремонт. За 45 лет эксплуатации в здании проводили только косметический. По словам родителей, из-за плачевного состояния помещений дети двух групп почти год занимались в неприспособленном для этих целей методическом кабинете и спортивном зале. Дождется ли садик ремонта узнавала Наталья Строкова. С такими мыслями родители ежедневно провожали детей в сад. Несколько дней назад его закрыли на очередной текущий ремонт. Но это, по мнению мам, не решит проблему расходящихся по швам стен и просевшего фундамента. Это лишь некоторые из причин, из-за которых дети двух групп почти год занимались в методическом кабинете и спортзале. Там и они питаются, там и они занимаются, играются, там и спят. Должна быть физкультура. Но этого не бывает, потому что спортзал Зайн, там уже другая группа находится. Актовый зал у нас закрытый, нету. Утренники у нас не проводятся, потому что в аварийном состоянии одна часть полностью. Группа Карла Хаши, с которой детей перевели в методический кабинет в сентябре прошлого года, расположена на втором этаже. В каком состоянии сейчас помещение, посмотреть нам не удалось. Накануне нашего прихода все лестницы, ведущие наверх, покрасили. Капитального ремонта за 45 лет эксплуатации садик не видел. Все время обходились текущими побелить, замазать, покрасить. В частности и деревянные рамы. Кстати, на зиму щели в них заделывают по старинке, лоскутами из ткани и бумагой. При этом переселение детей в неприспособленные помещения здесь не связывают с плохим состоянием групп. Это было перемещение временное в связи с какими-то внутренними нашими вопросами. У нас же внутри каждый день много разных вопросов, но это никак не связано с ремонтом. Если бы здание действительно представляло угрозу для жизни и здоровья детей, оно бы обязательно прекратило свое функционирование. Есть определенный физический износ в любом здании за такой определенный большой срок. И, конечно же, согласно плану, мы тоже подлежим капитальному ремонту. Проектно-сметная документация и государственная экспертиза на капитальный ремонт детского сада есть. Цена вопроса – 910 миллионов тенге. На сегодняшний день бюджетная заявка передана на ближайшее уточнение в сессии областного маслехата. Делаем все для того, чтобы вот этот проект капитального ремонта как можно скорее был принят к работе, чтобы обеспечить безопасные условия пребывания детей здесь. Пока депутаты бюджетную заявку не одобрили. Проект поручено оптимизировать и уменьшить затраты с учетом сохранения необходимых работ. Сколько на это потребуется времени – неизвестно. До принятия решения ясли сад будет работать в прежнем режиме. В июле здесь завершат текущий ремонт и начнут принимать детей. Наталья Остропова, Ермик Мухамедьяров, Кусанай, Хабар, 24.